Перед тем, как мы перейдем к видеоролику, я бы хотел тебе рассказать об одном классном приложении, над которым упорно трудятся мои очень хорошие коллеги и знакомые. Игрушка называется Magic Rush. Как я считаю, основная фишка это автоматическое определение героя, исходя из характера и манеры твоей игры. Короче, игра действительно получилась очень интересной, так что пока смотришь видеоролик, можешь установить ее на свой планшет или смартфон. В общем-то, я сам в эту игрушку залейп, и знаете что, после пятого уровня там можно добавляться в друзья. Играть целой толпой! Мой ник Маршал, поэтому заходим в часиков 9 и добавляемся ко мне в друзья. Ссылочка на игру в описании, ну а мы переходим к ролику. Хей, всем привет, друзья, с вами снова я, Скрипер, и в сегодняшнем видеоролике мы с вами посмотрим множество различных новых классных цветных порталов Майнкрафт. Поэтому давайте без лишних слов, поехали! Ну что ж, друзья, для демонстрации этой команды я создал отдельный мир Майнкрафт. И да, сегодня у нас на обзоре команда Майнкрафт, поэтому ссылку на нее я оставлю после того, как под этим видеороликом наберется 1200 лайков. Поэтому не ленись, поставь этому видеоролику большой палец вверх. Я надеюсь, что ты лайк уже поставил, ну а тем временем давайте пропишем команду GiveMinecraftCommandBlock. После этого мы получаем командный блок. Ставим его в абсолютно любое удобное для нас место. К примеру, сюда и прописываем в него следующую команду. Опять-таки повторюсь, что ссылку на нее я оставлю после 1200 лайков под этим видеороликом. После этого нам понадобится абсолютно любой активатор. К примеру, сегодня это будет кнопочка. Берем кнопку и ставим ее сюда, ребята, после чего активируем наш командный блок. У нас начинает строиться один такой очень красивый и компактный механизм. Вот это мы можем с вами уже выбросить и после чего, ребята, у нас построилась вот такая вот машина. Здесь у нас есть несколько цветов, немножечко позже расскажу, что они означают. Итак, затем мы должны подлететь к этой зеленой табличке и кликнуть на нее. После этого красиво, так один за другим, у нас в инвентаре появляются различные яйца призывов. Итак, первое яйцо это Red Portal, то есть, значит, красный портал. И да, сегодняшние порталы будут различаться по цветам. В этом их и есть основное отличие от портала, например, тот же Ад. Давайте начнем, пожалуй, с красного портала и заспавним его где-нибудь вот здесь. Вот такая, ребята, у нас красота получается. Конечно, вот эта штука нам немножечко мешает. Ну да ничего страшного, ну да и пофиг, можно потом при желании все это дело будет застроить. Если уж, конечно, это вы так все сильно хотите. И да, сейчас давайте перейдем в гейммод 3. Я вам сейчас покажу одну интересную вещь. Как видите, здесь у нас располагается зомби со следующим никнеймом. Он невидимый сам по себе, это зомби-гигант. При этом на нем одета вот такая вот переливающаяся красивая красная покрашенная броня. И как видите, да, то есть вот это переливание, вот эта броня и дает эффект, который сейчас мы можем с вами наблюдать. То есть вот такой вот красный оттенок у нашего портала. Давайте я вновь перейду в гейммод 1 и мы продолжим смотреть следующие порталы. Затем следующим порталом у нас идет еллоу портал, то есть желтый. Затем у нас идет после желтого... После желтого, я говорю, у нас идет зеленый портал грин. После зеленого у нас уже идет блю, то есть синий. После синего у нас идет пинг портал. Давайте его также с вами заспауним. Вот таким образом он выглядит. Дальше дакблю портал, пепл портал, вайт портал, ну и блэк портал. Вот этот, по-моему, самый такой, смотрите, красивый. Мне он действительно нравится. Ну что ж, друзья, вот такое у нас сегодня количество порталов есть. И знаете, что я вам скажу? На этом эта ванильная модификация себя не исчерпывает. То есть, да, вы можете сказать, что тут еще можно добавить? Порталы, как порталы. Вот помните, когда я зашел в самый первый красный портал, да? Получается, что мне наложились некоторые эффекты. Смотрите, я в него вхожу, да? И мне, по сути, какие-то эффекты должны наложиться. Да, видите, я типа отравился, меня колбазит и все такое. То есть, по сути, портал должен нас куда-либо телепортировать. А почему же у нас не телепортируют, ребята? Все очень просто. Для того, чтобы это сделать, мы должны, опять-таки, подлететь вот сюда. Давайте возьмем, к примеру, тот же красный портал. Находим красненький блок шерсти. Подлетаем к нему и после этого смело его ломаем. После этого заходим в командный блок. И вот здесь вам нужно немножечко в командах разбираться. Здесь написано Command Here. То есть, что значит команда здесь. Сюда мы должны вписывать команду, которая будет выполняться, если мы будем входить в портал. Слишком сложно, ребят, но все-таки надо немножко в этом разбираться. Итак, давайте, к примеру, введем какую-нибудь команду. Ну, самая элементарная. Например, TP, собачка, П. Раз, два, три, тильды, 10 блоков вверх. И все, готово. Я надеюсь, что сейчас у нас все сработает. Если не сработает, то я не виноват. И да, ребята, я захожу в портал, и, как видите, меня начинают телепортировать. То есть, три тильды, 10. Это значит нас телепортирует на 10 блоков вверх. Еще раз. TP, собака, П. Тильда, тильда, 10, тильда. То есть, простая команда, которая позволит нас телепортировать вверх. Можете себе также на заметку брать. Можно абсолютно любую команду прописать. Использовать это на какой-нибудь карте на прохождении. Да, кстати, вы также можете мне делать карты на прохождение. Я буду их обязательно проходить. Скидывать мне их вконтакте. Ссылочку на мой ВК я всегда оставляю в описании. Также, недавно, кстати, я создал свой инстаграм. Поэтому ты также можешь на меня и в инстаграме подписаться. В общем-то, ссылки все будут в описании. Так вот, ребята, да, действительно, вы можете применить это на какой-либо карте, либо еще где-нибудь, где вы хотите. Вот такая вот классная штука. Ну что ж, друзья, на этом все. Вот такое полезное видео у нас было, в котором мы узнали, как же сделать разноцветные, клевые, классные порталы в Майнкрафт. Поэтому, почему бы не подписаться на канал и не поставить этому видеоролику большой палец вверх. Также обязательно в комментариях предлагай идеи для следующих видеороликов. Я по возможности постараюсь воплотить их в жизнь. Ну а с вами был я, Скрипер. Всем удачи, всем пока, ребят.